Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у нас обновилась игра. Теперь у нас версия 10.1 и что это обозначает, сейчас будем разбираться и обязательно выкатим из ангара О47, который вроде бы должен бы играться получше после балансных правок, но так это или нет, будем с вами абсолютно критично заценивать в реальном бою. Что касается описания того, что здесь есть, ну первое у нас по списку почему-то стоит добавление в характеристиках описания по механике определенных танков, хотя в большинстве своем все игроки и так знали, допустим, по поводу того, что у Шеридана ракетного ракеты, ну как бы само собой разумеющееся, очевидное, но решили разработчики добавить любые улучшения, которые не делают игру хуже, уже хорошо. Что касается балансных правок по О47, то здесь сделали мощность двигателя побольше на 20 лошадиных сил, но чувствуется ли будет это в бою, посмотрим. То же самое касается увеличения урона, за это большое спасибо, действительно 225 для него на 8 уровне было очень мало, но мне кажется, что все-таки добавление 15 единиц, ну как бы ни о чем. Что касается радиуса обзора, то я вообще не считаю, что здесь какие-то балансные правки были внесены, потому что 5 метров, ну это смеху подобно. Что касается разброса, то тоже я бы не сказал, что прям существенно что-то поменялось, но а проходимость по дорогам, да и вообще в принципе вы не почувствуете в бою, поэтому в принципе ставлю ставку на то, что если машина и стала лучше играться, то только в отношении урона, который вы за бой будете наносить. Но это мое предположение, так это или нет, посмотрим в самой катке. Что касается ротации камуфляжей, то ну как бы что есть, что нет, мне лично без разницы, хотя любители каму и любители кастомизации явно это дело все оценят. Что касается всего остального, а именно переведение в новый внешний вид определенных машин, тоже хорошо, спасибо вам большое. Есть информация о том, что будет предложение о покупке каму на машины, да, действительно, допустим тот же самый М60, ну крайне красиво смотрится, вопросов нет, ну и другие машины тоже существенно приукрасятся в игре. Ну и за это тоже должен сказать спасибо разработчикам, потому что любые визуальные изменения в игре, они добавляют чего-нибудь нового, интересного. Но все-таки, ребят, из важного, это действительно внесение изменений в О47, хотя не настолько важная новость, как то, что наконец-то для игроков Евросервера частично, не полностью открыли боевой чат. Вы не сможете переписываться с ребятами из противоположной команды, но вы сможете общаться со своими ребятами из вашей команды, со своими союзниками обмениваться данными. И поиграв, ребят, я обратил внимание, что токсичности пока, по крайней мере, в чате нет. Может это все связано с тем, что данный чат открылся, так, подождите секундочку, упали машинки, которые надо будет потестить. Может быть, ребят, это связано с тем, что не все знают о том, что необходимо изменить вот здесь вот настройки по чату, в том, боевой чат, переключите переключатель на нужный подходящий вам вариант, для того, чтобы ваши сообщения в чате ваша команда все-таки видела. Я бы, как я уже сказал, поиграл и токсичности не увидел, меня это радует. В то же время, немножко обидно, что после того, как ваша техника будет уничтожена, вы в чат писать уже не сможете. А это значит, что вы не сможете подсказывать своим оставшимся в живых союзникам, поддерживать их морально и давать им какие-нибудь дельные хорошие советы. С другой стороны, ребят, пока вы живы, у вас есть теперь возможность, как и ранее, написать своей команде о том, чтобы они, допустим, оставили вам ПТ-ху, поскольку вам ПТ необходимо уничтожить для выполнения какого-нибудь БЗ либо КБЗ. Короче говоря, есть, как обычно, как плюсы, так и минусы, но в том, что чат открыли хотя бы в пределах вашей команды, я лично пока минусов не наблюдаю. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока, не дай бог, наш чат не вернется в игре к стандартному его ранее использованию, а именно к хамству и унижению, точнее к попытке унижения, оскорбления оставшихся в живых союзников, либо тех, кто уже слился. В общем, всякого рода писанины гадостной, которая только отвлекала и ровным счетом не помогала играть. Давайте теперь заценивать О-47. Едет, в принципе, так же, как и ездил раньше. Я не чувствую абсолютно никаких изменений в отношении подвижности и динамики данной машины. Какая она была, такая и есть. Теперь, что касается Альфы. Ну, Альфа, ребят, 260 сейчас вылетела. Не знаю, может быть, конечно, сторонники теории заговора будут писать и говорить по поводу того, что это временное явление, и разработчики временно подкрутили так, чтобы Альфа вылетала существенно больше, чем была раньше. И обратите внимание, О-47 Феникс есть и в противоположной команде, а значит, ну, игроки, которые обладали данной машиной, решили все-таки затестить, есть разница или нет. Но, в принципе, за теми мы здесь собрались. Ждем, ждем развития событий. Не хочу сам куда-то прям выбегать на передовую. 237. Практически 240 заявленной средухи. И это приятно, ребят. Я не могу сказать, что, ну, не очень, не очень хорошо играется. В этом отношении действительно чувствуются изменения. 250 с копейками, 253, если я не ошибаюсь, 230 у соперника. Но все же, ребят, не совсем, не совсем я согласен с позицией разработчиков по поводу того, что именно Альфу необходимо было добавлять данной машине. Мне кажется, что с учетом полной картонности данного аппарата, все же было бы более действенным оставить Альфу на той же отметке, на которой она и была, но добавить данной машине брони хоть какой-нибудь. Потому что она просто серая, причем не просто из-за того, что она внешний вид серого цвета имеет. А она серая в прицелах ваших соперников и выцеливать данную машину практически не приходится. Вы просто выезжаете на нее и просто забрасываете практически наугад. И может даже без какого-либо сведения это делать будут ваши соперники. Короче говоря, вроде бы и апнули и в то же время не совсем то, что хотелось бы. Попал, в принципе, в серую зону Т-29 и при этом я умудрился его не пробить. Не очень, конечно, приятно. Сейчас попытаемся еще раз. Кто тут у нас есть? Ну давай, бортинкой стань. Блин, не обратил внимания, сколько забросил. Но слушайте, Альфа заходит нормально сейчас. Вопросов нет. Если так дальше сохранится, то было бы очень даже прикольно и классно. Мне хочется все-таки верить, что разработчики, если и подкрутили, то назад откручивать не будут. Ну просто потому, что если назад оно потом вернется практически на круги своя, и разница по Альфе будет составлять там каких-то немощных 10-15 единиц, в лучшем случае прибавки к стандартному показателю, то это будет, ну, крайне-крайне грустно. Так, крушак. С крушаком я дел иметь вообще никаких не хочу. Все-таки данная машина умудряется накидывать такую Альфу, от которой плакать хочется. Ну а для него я сейчас, в принципе, как бы на один шот. А вот пока он находится на перезарядке, давайте попытаемся его отправить в ангар. Так, благополучненько пока, все нормально, все окей. И остался у нас один Т-29, которому явно не под силу меня вынести, а мне забрать его 66 единиц Альфы, как бы практически без забот. Вот такой вот он О-47 после внесенных балансных правок. В чем-то, безусловно, ребят, стало гораздо интересней, но все же ему продолжает не хватать брони. При этом, ребят, с увеличением Альфы у нас увеличивается и ДПМ, и с учетом всех изменений, которые сейчас были, мы смогли накидать практически 2-300 урона. Ну, если быть точным, то 2-280 округляя, сделать 2 фрага. Разницы по подвижности я не заметил абсолютно никакой. Доходность как была, так и есть, но с учетом того, что у нас есть возможность накидывать все-таки больше урона, то, соответственно, больше серебра будут начислять. Это тоже довольно-таки приятно. И это косвенные, скажем так, балансные поправки в данной машине, о которых не заявляют разработчики. Я имею в виду о увеличении потенциального заработка на данной машине. Первое место в команде по урону. Именно благодаря тому, что Альфы добавили, мы смогли достичь этого результата. Обязательно похвалю ребят из противоположной команды. Спасибо им большое. Они отыграли очень хорошо. И, ребят, уважайте, пожалуйста, не только своих союзников, но и своих соперников. Ну, просто лишь потому, что каждый из нас в этой игре достоин уважения. Если вам нравится мой контент, обязательно подписывайтесь на канал. И сразу спойлерочек на будущее. Как только мы наберем 20 тысяч подписчиков, мы разыграем несколько премиумных машин. Хотите быть одним из победителей? Прямо сейчас подписывайтесь на канал, жмите лайк, обязательно пишите комментарии и прожимайте колокольчик. Только убедитесь в том, что у вас вот так вот выставлено все. Именно в таком случае все уведомления с моего канала будут вам приходить, и вы ничего не пропустите. Я побежал снимать для вас следующее видео, а вы подписывайтесь на канал. Жду вас, и спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok